То есть здесь произошла уже после установки этих колец серьезная деформация Кто-то решил оставить отпечатки своих рук Коллектор вообще приобрел пациентную форму А теперь застал мой черед, попробую преодолеть этот грант Здесь, кстати, можно с горки кататься Ну и местами в этом коллекторе достаточно глубоко Такой неслабый ручеек То есть здесь выгнуло дно буквально на метр, наверное, почти Всем привет, дорогие зрители С вами канал обо всем подземном и заброшенном Аннерволд И его ведущий Степов И сегодня мы отправляемся в систему реки Пономарки Чурильихи, она имеет несколько названий И система эта является частью бассейна реки Нищенки О которой мы уже немного рассказывали Пономарка Пономарка — одна из крупных рек на востоке Москвы Она берет свое начало в районе Перова Протекает практически через весь район Вишняки, где выходит за пределы МКАД Там протекает через Южный Выхинский пруд, пруды-отстойники Мосводостока После обратно пересекая МКАД в районе Выхина Ниже Пономарка протекает под Волгоградским проспектом И течет по территории Кузьминского лесопарка, где формирует пойменные пруды Верхний и Нижний Кузьминский и Шибаевский, а в районе Люблино — Люблинские пруды Далее через несколько километров впадает в Нищенку Общая протяженность Пономарки — порядка 15 километров В отличие от большинства московских малых рек, Пономарка имеет много открытых участков Однако ее коллектор богат на интересные места, которые мы и покажем в этом выпуске А начали мы наше видео как раз в одном из таких участков, который проходит под Люблинско-Дмитровской линией метро При строительстве перегона Волжское-Люблино над руслом реки Пономарки был построен метромост Пути были закрыты каркасом и обвалованы, поэтому снаружи этот мост выглядит как обычная насыпь Кстати, в этом фрагменте видео отчетливо слышно, как над коллектором проходит поезд метро А сейчас мы находимся, можно сказать, у входа, у портала этой реки Итак, погнали! К разговору о реновации коллектора пластиковыми хольцами, пластиковыми вставками Здесь можно очень хорошо продемонстрировать процесс, как это делается То есть у нас имелся старый коллектор, предположим, из бетонных колец Или обделанный набрызг бетоном И дальше в него вставляются внутрь пластиковые кольца И уплотняются пространства между старым бетонным коллектором И вот этими самыми пластиковыми кольцами Это пространство, оно уплотняется под давлением, куда нагнетается бетон Конечно, при этом проходимость, пропускная способность коллектора уменьшается Но подобным способом решаются вопросы реконструкции, реновации коллекторов без вскрытия То есть все вот эти кольца могут устанавливать непосредственно изнутри коллектора Находясь внизу в самом коллекторе Ну а разница здесь весьма ощутимая То есть был вот этот вот старый коллектор Его видно из набрызг бетона, обделанный точнее набрызг бетоном И разница где-то около метра получается А дальше идет вот такой живенький синенький коллектор Правда вот здесь вот хорошо можно видеть, как он деформирован То есть здесь произошла уже после установки этих колец серьезная деформация Но поскольку реновация коллектора, установка пластиковых колец проводилась не просто так Здесь, видимо, был аварийный участок И, соответственно, давление грунта на эти кольца оно и произвело Послужило причиной вот такой деформации Ну а мы тем временем продолжаем движение по коллектору Идем мы сейчас вниз по течению И там напарник снимает одну весьма живописную камеру Которую я вам сейчас тоже покажу А вот здесь в результате деформации под давлением грунтов Коллектор вообще приобрел пациентную форму И, собственно, я уже подхожу к этой самой камере О которой я рассказывал Здесь еще один коллектор дренажной системы Тут весьма живописная камера Здесь, кстати, можно с горки кататься Тебе так не кажется? Да, что он... А? Как он воду уедет? Как он воду уедет? Собственно, сам горяк достаточно однообразный Насчитали несколько участков Где была председательная инировация Глазского Никольца Зато здесь мы вышли вот в гражданскую камеру Вот там подручки меньше в тянете На это где-то порядка 2 метра Воздух где-то 60 метров Скорее всего это дождевая инировая газонизация На второй коллекции уходит Прямо не распределение А вот тут во время строительства кто-то решил оставить отпечатки своих рук Весьма и весьма прикольно смотрится Вот здесь Реновация была произведена уже немножечко по другой технологии Здесь кольца серого цвета Но, естественно, отличаются они не только цветом А отличаются они, собственно, принципом установки И коллектор здесь большего диаметра Коллектор здесь цвета 2,20, может быть, даже 2,5 метра Кольца скрепляются специальными стяжками пластиковыми под шестигранный ключ И здесь в коллекторе уже везде весьма и весьма приличный уклон Что обеспечивает хорошую скорость потока И, соответственно, минимальное заиливание коллектора Ну и местами в этом коллекторе достаточно глубоко По колено, чуть выше Очень симпатично смотрятся эти сталактиты Свисающие из потолка А вот еще одно место, где коллектор сильно деформировался Уже после его реновации, после установки этих пластиковых колец То есть здесь выгнуло дно буквально на метр, наверное, почти Ну или около того И сейчас это создает серьезную проблему для прохождения этого участка Потому что здесь, во-первых, достаточно скользко А во-вторых, там очень сильное течение образуется из-за этого уклона И, ну да, такое место рискованное для прохождения И есть вероятность завернуться с этого горба Давай так, иди сюда Зачем? Ну, просто не знаю, кто подержится, а потом я на тебя Не Ну, давай Хорошо Я сейчас боюсь, что это течение будет Все Ты на этом тоже становишься Хорошо Ну, а теперь на самом деле Мой черед попробую преодолеть оттенеграду Мне правда немного проще, не ассортативом Я попробую не посередине идти от боку Подгоняемый потоком воды На самом деле скользко, да Ну, все удачно прошло А вот наглядный пример, как под землей из коллектора пробиваются грунтовые воды Такой не слабый ручеек, прямо скажем, течет как из крана На разных участках своего течения Пономарка то забрана в коллектор, то течет в открытом русле Например, участок, где столь неудачно была сделана реновация Многие в диггерских кругах вообще называют выхинской дренагой Но, как бы то ни было, сегодня все эти коллекторы являются частью современного водосборного бассейна реки Пономарки Надеюсь, вам понравилось это видео Не забудьте поддержать его своим лайком и поделиться им с друзьями И, конечно, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч!